Добрый день, друзья! Ставляем сегодня два смартфона. Это Redmi Note 8 и все еще Xiaomi Redmi Note 5, потому что после Redmi Note 7 уже Xiaomi нет в названии слове. Значит, у нас было популярный, мега популярный Redmi Note 5 и мега популярный Redmi Note 7. Redmi Note 8, хоть и, конечно, был популярным, но все-таки он остался немножко в тени своего старшего брата Redmi Note 8 Pro, который этот телефон я абсолютно не понял, то есть он был, на мой взгляд, слишком переоценен. То есть тот же Mi 9 Lite, мне кажется, намного будет лучше, чем Redmi Note 8 Pro. Между этими смартфонами примерно плюс-минус год, хотя уже успело сколько поколений выйти, там Redmi Note 6 Pro, Redmi Note 7. И вот переходить на Redmi Note 8 с Redmi Note 7 абсолютно нет никакого смысла, просто потому что там примерно все плюс-минус одно и то же. А вот переходить с Redmi Note 5 и Redmi Note 6 Pro, смысл есть переходить на Redmi Note 8, потому что все-таки немножко изменился экран, немножко изменился стиль, вообще все. То есть USB Type-C появился для меня это очень принципиально. Ну и по компоновке здесь, в принципе, примерно то же самое осталось. Micro USB поменяли теперь на USB Type-C в Redmi Note 8. В общем, расположение абсолютно такое же наушников, хотя в Redmi Note 7 был уже сверху. Ну и немножко перерисовали дизайн, то есть здесь мы видим металлический дизайн абсолютно, можно сказать, он не цельнометаллический, но покрывает полностью, вот отсюда доходит этот металл. В отличие от Redmi Note 6 Pro, когда здесь просто кусок алюминия был поставлен. Конечно, Redmi Note 8 выглядит намного премиальнее, что ли, намного моднее, намного современнее. Ну дело в том, что четыре этих камеры, во-первых, этот блок очень сильно выпирает, да две камеры, которые находятся здесь, эти два мегапикселя, ну сенсор глубины, даже можно камеру особо ее не назвать, и двухмегапиксельный модуль, который снимает макроснимки, оно просто ужасного качества. Основная камера, вот она на 48 мегапикселей, да, она делает хорошие снимки, конечно, он стал немного лучше, чем Redmi Note 5 и широкоугольная камера. Широкоугольная камера, она, конечно, хорошо, но ночи, опять-таки, от нее толку немного. Широкоугольная камера менее светосильнее, чем основная камера, но днем этой камеры, конечно, будет толк, ночью от нее толку абсолютно нету. Ну и бюджетность, то, что здесь у нас одиночная вспышка, здесь у нас была двойная вспышка, этот дизайн полностью скопировались с 10-го айфона, с айфона 10s. Этот дизайн немножко, он же своеобразный, хоть и выпирающая камера, но этот чехол полностью защищает этот смартфон. Теперь немножко про отпечаток пальцев, в принципе, здесь он немножко больше, здесь он немножко меньше стал. Конечно же, работает очень быстро и здесь, и там. Процессор здесь 636, процессор здесь 665, новый процессор на 11-мм техпроцессе. Ну и этот процессор тоже был неплохой, потому что здесь тоже 12-мм техпроцесс. Теперь по батарейкам 4000 мАч и здесь, и там. И в принципе, по большому счету, не так много сильно изменилось за это время, хотя, конечно, многие поклонники скажут, что нет, конечно, он стал намного лучше Redmi Note 8, чем Redmi Note 5. Да, он стал лучше, конечно, во всем он стал лучше, все-таки это прогресс, и он не стоит на месте. Но вот по оболочке и здесь, и там стоит MIUI 11, то есть телефон получил все обновления, что здесь, что здесь, мы получаем примерно одно и то же. И еще то, что в Antutu раньше этот смартфон набирал примерно 115 тысяч баллов в Redmi Note 5, теперь он набирает 148 где-то. Этот смартфон набирает 163, по-моему, балла. То есть примерно по производительности они не так далеко ушли друг от друга, та же самая компоновка 4 плюс 4, то есть 4 мощных ядра, 4 слабых ядра. Ну и многое теперь же изменилось под диктовку Google, а теперь вот здесь вместо своих сообщений, здесь у нас гугловские сообщения стоят. Что, конечно, не знаю, может быть кому-то хорошо, может кому-то плохо, но звонилка стала явно хуже, потому что в Redmi Note 5 есть возможность записать звонки. В Redmi Note 8 этой возможности нет, потому что Google уже не разрешает записывать звонки. Вот такие моменты случились. То есть теперь виджеты примерно плюс-минус те же самые, то есть также мы включаем фонарик, там блокировка, также можно вывести, конечно же, и здесь все это поставить. В общем, оболочка MIUI, она такая же, точно такая же, что здесь, что здесь. Но дело в том, что, ребят, эти смартфоны как были с средничками, так и остаются. То есть здесь мне камера записывала очень долго записывать. Например, я включаю видео, давайте вот сейчас мы нажмем, вот мы начали запись, и вот не сразу идет запись, вот она только-только пошла. То есть вот что я говорю, то есть это бюджетность этих смартфонов. Здесь, конечно, немножко исправили, здесь немножко запись включается быстрее. Давайте мы поставим фото режим, и вот сейчас нажмем на запись. И опять-таки не так уж мгновенно, хотя здесь, конечно, стало намного лучше. Но дело в том, что когда я просто пользуюсь интерфейсом Redmi Note 8 или, скажем, Redmi Note 5, вот Redmi Note 8, если сравнивать с тем же Mi 9 Lite или, например, Mi 8, который я сейчас пользуюсь, у меня есть с чем сравнивать. Поэтому я хочу сказать, что эти смартфоны полностью оправдывают свою цену, но не такие уж и быстрые. То есть не нужно их сравнивать с какими-то суперкрутыми флагманами. Теперь у нас, значит, была вспышка раньше, здесь у нас вспышки нет. Каплевидный вырез, в отличие от Redmi Note 7, стал намного здесь лучше, намного плавным. По прочности Redmi Note 5, это смартфон, очень много распадал, просто очень много распадал. У него здесь, единственное, один брак. Вот дисплей немножко здесь выгорел, то есть то ли это выгорел дисплей, то ли клей, то ли что. В общем, весь такой вот нюанс здесь есть. Теперь по прочности Redmi Note 7, Redmi Note 8, они менее хрупкие смартфоны, то есть они более хрупкие, точнее, они менее такие. Потому что их можно вот так разбить, потому что у них окантовка, это пластик. Некоторые думают, что это металл, но это не металл, это пластик. Особенно в белом цвете, как хромированном, кажется, что это металл. Это нет. И стекло это то же самое, оно треснет. Вроде Gorilla Glass 5 заявленный, здесь и там. Но дело в том, что Redmi Note 5 будет намного крепче. Обновляться стоит ли с этого телефона этот? Конечно, потому что годы берут свое, все-таки батарейка уже не такая быстрая, не такая мощная. Но суть в том, что по камерам стал немножко лучше Redmi Note 8. Ну, точнее, не то, что не лучше, он стал явно лучше, потому что Redmi Note 5, он проигрывает. И, кроме того, здесь более стильный дизайн, более, как бы, не знаю, более такой дисплей полностью на весь дисплей. Хотя здесь у нас появилась надпись Redmi, хотя этого здесь раньше и не было. Ну, правда, это не сильно смущает. Но по клавиатуре я могу сказать, что если мы сейчас нажмем на клавиатуру, ну, например, любую вещь мы введем, то клавиатура слишком внизу. То есть это мешает немножко, тяжело дотянуться. Поэтому в этом смысле рамка, то, что она здесь есть, это не так уж и плохо. По остальным же параметрам, ребята, это примерно одно и то же. Конечно, это просто эволюция этого популярного смартфона. Я не думаю, что Redmi Note 8 или Redmi Note 7 будут таким популярными, как Redmi Note 5, потому что это было тогда абсолютно безальтернативное решение. Сейчас очень-очень активировался Samsung. У него просто великолепная модель, тот же A50, ну, который сейчас уже стоит дешево, уже A51 пошел. Дело в том, что и Huawei тоже цены снизились, там Honor 8X можно купить просто там за 11500, за версию 464. Суть в том, что у этого смартфона очень много конкурентов. А когда выходил Redmi Note 5, у него очень было мало конкурентов, то есть практически его не было. Ну и про оболочку могу сказать то, что это очень функциональная оболочка. Что здесь, что здесь. Во-первых, здесь имеется пульт управления техникой. Тут уже и там, и там появились жесты. И очень много приватных таких режимов. То есть можно перейти во второе пространство, там будет под паролем все. Можно будет поставить пароль на любое приложение. Можно будет поставить клонированное приложение. То есть клонировать два WhatsApp, скажем, один поставить пароль на другой. Нет. Ну, в общем, вот такие фишки MIUI. То, за что любят фанаты эту марку. Тут реализовано великолепное управление жестами, которое сейчас уже появляется в всех смартфонах. После iPhone с Xiaomi первыми смогли скопировать эти жесты. По дизайну же могу сказать то, что все-таки металлические смартфоны мне нравились. Я сам пользовался Honor Play. Мне он очень нравился, потому что уже устал от стеклянных смартфонов. Но теперь чувствую то, что стекло, видимо, то ли дешевле, то ли его проще изготовить. Нас ждет эра стеклянных смартфонов. Теперь мода пошла такая. После, не знаю, по-моему, iPhone 8, что ли, iPhone 10. Все уже стали делать стеклянные смартфоны. Напишите ваше мнение об этих смартфонах. Это на самом деле легенды в своем классе. Хоть я немножко ругаю Redmi Note 8 иногда, но дело в том, что это на самом деле бестселлеры в своем классе. Спасибо, что смотрели нас. Напишите ваше мнение. До новых встреч.